История Христианской Церкви История Христианской Церкви И главным образом это было что? Это был отказ от иконопочитания, от иконопоклонения, от поклонения мощам Завтра я расскажу немного о мощах, о монашестве, о мощах В Византии в это время была на самом деле очень серьезная обстановка Вообще если бы карту политическую тогдашнюю посмотреть нам, что бы мы увидели? Мы бы увидели с вами, что от Византии, как говорится, остались рожки и доножки Ничегошеньки не осталось Вся Византия была уже оккупирована Арабская конница в 717 году стояла под стенами Константинополя От Византии, то есть вся Византия по сути уже упала Осталась лишь столица и то, что за столицей, там совершенно немного территории осталось Реально Византия уже была, ну как говорится, вот-вот упадет И дошло до того, что в 717 особо даже и желающих-то не было быть императором То есть как бы никто не хотел занимать этот престол Потому что понимали, что Византия стала жить месяц-два, год от силы, может быть два И все, и империя пойдет И не очень-то хотелось людям, были прецеденты на престол Но им не хотелось брать ответственность на себя и быть царем на один месяц, допустим Поэтому империя вся была, и без того маленькая империя уже осталась Византийская Во-вторых, она была разворована, коррупция процветала Казнократство, ну казна была пустая по сути, значит это одно Все было пропито, прогулено И армия оставалась совершенно небольшая, Византийская Византийская армия к тому времени за лет 80 сражений с арабами Не имела по сути ни одной победы вообще Представляете, что от армии осталось? Которая за все время сражений не имела по сути ни одной победы большой Вот, должности в армии все покупались, продавались И все это было, конечно, ну... Ой-ой-ой... Налоговая система была непродуманная, крайне непродуманная Семь шкур драли совсем, ну и коррупция процветала поэтому Так вот, и на фоне всего этого беспредела и безответственности и разрухи Пришел к власти новый император С новой династии, это был Лев Исавр И вот Лев Исавр смог в течение года победить коррупцию Смог начать большую реформацию, большую реформу Военную, политическую, экономическую реформу И религиозную, впоследствии, реформу В 718-м, в следующем году, когда арабы... Кстати, арабская конница, арабская армия, мусульманская армия Уже серьезно Византию не воспринимала А в принципе, не взяли Константинополь лишь потому, что силы были разбросаны по всей территории бывшей Византии Надо было все собрать И был план, ну, наподобие фашистского плана Барбаросса Планы были наполеоновские Просто-напросто... Ну, вы представляете себе карту, да? Византия, это Стамбул Тот же самый Стамбул нынешний, да? Это ворота в Европу На стыке Европы и Азии На одном берегу Европы, на другом берегу Азии, понимаете, да? Стамбул Так вот, Византия, это... Город Константинополь Находился как раз на стыке Восток и Запада И мусульмане собрали гигантскую армию Огромнейшую конницу Собрали, приготовились к великому нашествию буквально В планах была исламизация всей Европы В течение года предполагалось пройти до самой Атлантики По всей Европе Начиная от Константинополя Все полностью Германия, Италия, все полностью пройти до самой Атлантики До Великобритании А потом, набрав силы Переплыть пролив И впоследствии оккупировать Британию Исламизировать полностью весь этот тогдашний мир Планы были огромнейшие Наполеоновские, будем так говорить, да? И сопротивление Константинополя Серьезно не воспринималось Арабами И это была их ошибка, конечно Потому что византийцы Очень серьезно приготовились к сражению И у Левая Савра был очень хитрый план Ну просто авантюризм Для военной науки это была авантюра Он решился в наступление Это было численно Представьте себе Раз в 15 большая армия Притом, которая приготовлялась хорошо к сражению Которая не имела поражений перед тем больших И тем более конница В Византии не было большой конницы Основной пехоты И не было такой подготовки Ну как бы авантюра Это бой не просто-напросто На стенах столицы у них хотя бы был шанс Продержаться хотя бы какое-то время А выйти в чистое поле Ну это авантюра, кажется Но это все оправдалось То есть план Левая Савры удался Но это было не просто человеческим реальным действием Это было вмешательством Бога Это было однозначно Почему? Потому что арабы в своих летописях отмечали Что это видимо шайтан помогал Они писали в Византии Потому что пришел страх Сверхъестественный страх Пришел в арабскую конницу Они бежали с позором Они были испуганы Представьте, сверхъестественный страх пришел Византийская армия Раз в 15 меньше по количеству И смогла полностью разбить Арабскую конницу Арабскую армию И далеко, вглубь туда Назад отогнать ее До самого Дамаска бежали Передовые отряды кавалерии Насчет этой конницы До самой Сирии, представляете? Как нужно было бежать И так вот Победа под стенами Константинополя В 18-м году В 1718 году Спасло Европу от исламизации От нашествия От исламской экспансии Хотя Была попытка И южных арабов Африканских арабов Со стороны Африки Через Испанию И дальше на Францию Идти тоже до океана Исламизировать И там Господь тоже остановил Эту исламизацию Через Карла Мартела Битва при Пуатье Знаменитая Она была лет 30 позже Уже Битва при Пуатье Она остановила Тоже превосходящую силу противника Но не так Не в десятки раз Но тоже превосходящую силу противника Карл Мартел Он смог объединить Многие армии европейские Для отпора исламистам И разбили Наголову разбили Исламскую армию Арабскую И при Пуатье Это сражение Оно было судьбоносным Просто-напросто Европа была спасена Тогда От нашествия Но первая победа Была непосредственно Была на Востоке Но ее мало вспоминают Потому что Историки Потому что Лев Исавров Он попал в черные списки К историкам К нему было непопулярно Обращаться к его имени Дело в том Что Сам Лев Исавр Он известен Как именно Император Реформатор По поводу икон Мощей Его политика была Однозначной Мощи Останки святых Которые были там В монастырях В городах В столице Были преданы На земле Значит Лев Исавр Приказал Останки святых Придать погребанию Как написано Прав ты их Прав возвратишься Вот Иконы Вначале Вешались высоко Повыше Чтобы их люди Не целовали Не чествовали А затем Был приказ Вообще убрать Из церквей Иконы И священникам Была обязанность Обменена Именно Проповедовать Учить людей Правильно Чтобы они Не иконам Молились Не иконам Обращались А к Богу Непосредственно Лев Исавр Провел Очень радикальную Реформу Конечно В обществе Свод законов Его Это было Что-то потрясающее Отцы Американской Конституции Утверждали Что Значит Именно Как бы Предтечей Американской Конституции Были Именно Своды Законов Англосаксов Но Эти законы Англосаксов Англосаксонские законы Эти Законы И правила Которые повлияли На Как раз Свободный мир Впоследствии Они Их предтечами Были Как раз Своды законов Льва Исавра И его сына Константина Намного Опередил свое время Лев Исавр Впервые В истории человечества Лев Исавр Как раз Историю человечества Без всякого преувеличения Говорю Значит Томас Жеферсон Как раз Об этом тоже Говорил Очень Очень серьезно Что Законно Вот эти Льва Исавра Они Опередились В свое время На много Столетия Почему Потому что Можно сказать На тысячу лет Ну без всякого Преувеличения Потому что Впервые Задолго до Англосаксов Он провозносил Следующее Англосаксонских Этих законов Что Принцип Правильства Перед законом Всех Раньше Всегда Во всех законах Мира Были Неравные Вот эти Правила Для богатых Были одни правила Для бедных Были другие правила Для свободных Одни были правила Для рабов Были другие правила И Всегда было разделение Допустим Нарушить Закон Для Допустим Богатого человека Это было одно наказание Для бедного человека Это было более суровое наказание Всегда Лев Исавр Впервые В истории Он нарушил Это правило И объявил Принцип Всеобщего равенства Перед законом И он заявил Что даже Если его сын Нарушит Закон Статью Какого-то закона Он будет наказан Так же, как и простой крестьянин, простой селянин. Без всякого сожаления. И вообще он очень жесткий закон надел, конечно, касательно коррупции, касательно продажи должностей в армии и прочее. К генералами назначил он простых солдат, незнатных, небогатых людей, но те, которые в армии отличились именно во время воинской службы и стратегически могли мыслить. То есть перспективных молодых солдат он ставил на сразу большие должности генеральские. Генералов бездарных, которые лишь проигрывали войны и которые лишь пропивали все имущество, просто поувольняли, некоторых казнили, публично казнили. И чиновников, проворвавшихся казнили публично тоже. То есть очень жестко было, но порядок. В течение года император смог спасти всю империю, по сути. Новый император. И победив коррупцию, введя законы справедливые. Кстати, интересно, проведя реформу и в церкви, Лев и Савров свои законы, тоже уникальность законов его, он везде имел ссылки на Ветхие и Новые Заветы. То есть все законы, которые писались при Леве и Савре, они имели ссылки на Библию. В этом была уникальность. Раньше такого никогда не было. Раньше писали законы, иногда делали ссылки на Библию, на Писание, но никогда не делалось вот так, чтобы каждый закон имел ссылку на Писание. Допустим, даже такие были законы касательно Божьих правил, Тора, она применительна к жизни тогдашней, современной. Она приспосабливалась к нарушению супружеской верности или, допустим, не послушали родителям, каралась, очень жестоко каралась. И все это было, ну как пуританская страна такая образовалась, византийская. О Леве и Савре ходили разные слухи, разные разговоры, но даже враги его признавали, его заслуги. И современные греческие историки, однозначно многие говорят, даже традиционные православные историки, что именно политика Лева и Савра спасла Византию. Если бы не Лев и Савр тогда, не его радикальная реформа, Византия пала бы не в 15 столетии, а вот тогда, еще в начале 8 столетия. И от нее бы ничего не осталось. И больше того, над всей Европой нависла бы угроза исламизации. И Карл Мартелл не спас бы положение там при Пуатье, потому что он смог разбить там южных арабских этих экстремистов, но весь Восток двигался именно как раз на Константинополь. И это не смогли бы остановить ни французы, ни немцы, ни итальянцы. Это однозначно. То есть это эпохальное такое событие. И в 754 году проходил Вселенский собор, о котором предпочитают умалчивать традиционные православные католические священнослужители. 7-й Вселенский собор, 7-й по счету Вселенский собор. Дело в том, что в традиционном православии 7-м собором именуют собор 787 года. Так какой же из них является настоящим 7-м Вселенским собором? Традиционно православная церковь и католическая церковь утверждают, что 7-й собор он был в 787 году. Во всех учебниках это написано. А о соборе с 754 года предпочитают вообще молчать, ничего не говорить. А почему? Потому что этот собор был реформаторским. Он был уже не при Льве и Савре. Лев и Савр уже к тому времени вошел в вечность. Он был при его сыне Константине. В учебниках пишут Константин Капроним. Но это кличка, это как бы оскорбление. По-гречески это обгаженный или буквально обостренный. Ну, знаете, это как оскорбление такое было. Капроним. А почему? Потому что традиционно православные придумали такую легенду, что якобы он там обгадился во время крещения, как бы, значит, и вот, вот поэтому его так, кличка такую. А почему? Потому что очень сильно не полюбили, и до сих пор очень не любят историки православные, и священники православные не любят традиционно, и католические, Константина, Львовича, будем так говорить, Константина, императора Пятого уже по счету. Почему? Потому что при нем был этот собор, который называют еще в истории иконоборческим собором. То есть это собор православной церкви, ну, православная католическая, будем так говорить, это был Вселенский собор патриархов, метрополитов, епископов, на котором было провозглашено, что икона почитания было введено сатаной для того, чтобы отвлечь людей от поклонений истинному Богу. На этом соборе были одобрены все эти действия, которые проводил Лев и Савр, и было заявлено, что реформация, которую проводил Лев и Савр, и которую продолжил его сын Константин, основана на Слове Божьем, и должна быть расширена, и церковью одобряема. Большинство делегатов этого собора проголосовали за поддержание этих реформ. Было заявлено участниками собора, что все мощи, останки святые, которые еще не были погребены, они должны быть приданы земле. Не только в столице где-то, а и в провинции. И частные лица, у которых были мощи, как сейчас, допустим, много там мощевики носят на себе, допустим, кресты, а в них там копчик какой-нибудь там, фаланга пальца, там, ребрышка, зуб какого-то святого, на себе носят. Представьте себе все это, да? На соборе этом было сказано, что владельцы вот этих мощей, фрагментов мощей, должны просто-напросто их честно, ну, погрести на христианском кладбище. Значит, было приказано по всем цеплям, где еще иконы висели, имели место иконы, убрать все иконы, чтобы не смущать христиан. А к частным лицам было сказано убеждение, священникам было указано убеждать людей, отдавать эти иконы, их сжигать, от них избавляться всячески от этих икон, как только возможно. То же самое относилось к статуям, но на соборе, в 7-м вселенском этом соборе, в 754 году, это было в Константинополе, в столице, собор проходил в столице, было три фракции. Одна фракция, такая самая радикальная, она была небольшая по количеству делегатов, но очень такая радикальная была фракция, они говорили, что вообще, давайте вернемся к тому, что было на момент легализации христианства, 325 год, допустим, вот к тому времени, а не было даже знака креста. И они говорили, давайте сделаем, как было изначально. Христианство, когда вышло из-под поля, не имело даже знака креста, не имело никаких пейзажных термортов, и Эльвирский собор, еще 303 года, однозначно, еще во время гонений, испанские епископы в Эльвире однозначно заявили, что если наступит время свободы для христианской церкви, то никакой живописи в церквях не иметь, чтобы не смущать умы христиан и новобращенных, не соблазнять. И эта фракция предлагала оказаться всего. Даже, чтобы с церквей были убраны кресты, и с изображения священников не носили крестов, ни икон, ничего. Потом, вторая фракция, самая большая, умеренная фракция, она предлагала следующее. То есть, в принципе, я на стороне Божьей второй этой фракции, предлагала следующее. Они были в большинстве, в большинстве были на этом соборе. Кресты оставить, натюрморты, пейзажи оставить, картины некоторые, но больше касательно пейзаж, правда, шло дело и натюрмортов. А как оформление, оформление интерьера храма. И кресты оставить там, где они уже стоят, но там, где новый храм строится, уже больше не делать крестов. То есть, как бы, вот была за это эта фракция. Третья фракция, либеральная такая, была небольшая совсем фракция, она предлагала оставить и иконы, но иконы, которые бы изображали, конечно, не Богородицу, не святых, а иконы, допустим, изображающие самого Иисуса, и библейские сюжеты, библейские сцены из Ветхого или Нового Заветов. Оставить их как иллюстрацию. Но, однозначно, эта третья фракция была также против поклонения, против почитания этих изображений. И, в общем-то, в большинстве своем епископы, церквей западных, восточных, бывших на этом соборе, Вселенском соборе, проголосовали за необходимость реформации в церкви, необходимость реформ в церкви больших. И на том, как бы, и порешили. И западные, и восточные епископы приняли это решение. Слава Богу! Реформация углубилась, расширилась реформация. Кстати, интересный вопрос. Я как-то не упомянул об этом, но зря. Дело в том, что я говорил про Льва и Савра, императора, который принял решение о реформации в 717 году, прийти к власти. Но я не сказал, кто его надоумил до этого. И кто был ему советником все эти годы, его правления. А его советниками были выдающиеся христианские служители. О них очень малоизвестно сегодня, к сожалению. Очень с большим трудом приходится буквально выковырить какую-то информацию, какие-то даты, какие-то там события. Это был Константин, архиепископ Накалийский, Фома Клавдиапольский. Вот эти служители и еще несколько епископов, но менее известных, о которых лишь только имена мы знаем. А вот о Константине Накалийском и Фоме Клавдиапольском известно больше. Это епископы, которые тогда еще, еще до прихода к власти Льва и Савра, они выступали за необходимость реформы. Но политики и церковные деятели и другие препятствовали всячески этой реформе. И на этих братьях всегда косились как на каких-то там раскольников чуть ли не. Но когда пришел к власти нового императора, он именно этих людей к себе приблизил. И Константину Накалийского, и Фому Клавдиапольского, которые выступали против иконопочитания, против мощей. Они говорили, что нужно мощи все придать земле, погребанию христианскому, что мусульмане нас правильно критикуют, евреи нас правильно в этом плане критикуют, что необходимо избавиться от этих всех антихристианских явлений в христианстве. И слава Богу, что Лев и Савру правильных людей к себе приблизил. Потому что без этого реформация большая бы не смогла бы развиваться. И далее. Скажете, ну все хорошо, собор состоялся, седьмой вселенский собор, и все теперь хорошо. Не тут-то было. Прошло немного лет. И вот в 787 году, даже раньше еще, в 786 даже, за год до этого предполагаемого собора, в Константинополе поменялась власть. Знаете, поменялась правитель, поменялся. Пришла к власти женщина по имени Ирина. Странная очень женщина во всех отношениях, странная. Даже она подписывалась мужским именем, не женским именем. То есть, уникальность. Она женщина, императрица, но подписывалась как император. И вела себя как мужчина. И даже, как бы, ее главная резиденция была на острове Лесбос. И она, в общем-то, однозначно была очень странная во всех отношениях, и в политике, и в личной жизни. Хотя она была замужем, но против ее воли, как она это выразилось, за императором, который с Карапатижем скончался. Своего сына она ненавидела буквально насчет следующего императора. Но пока он был малолетним, она исполняла обязанности императора, правителя. А потом, когда сын ее возмужал и уже намеревался взять правление в свои руки, она приказала его арестовать. заковали в железо, она выколола ему глаза, закованному в железо, и приказала живьем слепого, ослепленного ею, замуровать в стене замка. Вот таким образом она расправилась со своим сыном. Представьте себе, насколько была женщина коварная. От нее были в шоке историки. Современники боялись ее очень сильно. Она истребляла своих врагов и вела себя очень неадекватно. Кстати, Ирина, она официально святая в православном церкви, но когда со священниками традиционными, католическими, православными, я разговариваю над темой, говорю, вот смотрите, ну, кого мы в святые канонизировали, слушайте, ну, один хлеще другого. Особенно Ирина, и есть еще пару подобных таких экземпляров из той византийской истории. Знаете ли, ну, куда мы смотрим вообще? Если даже, хорошо, я, допустим, я против вообще культа святых, чтобы не молиться этим, но если вы там молитесь, вы хотя бы смотрите, кому молитесь вообще? как бы, на что ей сравняться-то вообще? Не на что равняться-то даже? И, знаете ли, и некоторые священники говорили мне так, в Киеве, по крайней мере, в Лавре, потом в Москве мне говорили, в Питере, примерно, да, в Питере тоже, сказали примерно так, что, ну, прощаются грехи ее многие, ради того, что она, ради того, что она икона почитания восстановила. Бред. Ну, ладно. Смотрите сами, что было. В 786 году она хотела провести Вселенский собор, который бы не спроверг 7-й собор, она поэтому назвала его не 7-м, а, не 8-м, а 7-м, чтобы, как бы, заявить, что предыдущий собор, он вообще не собор, вообще ничто и никто. И она хотела в 86-м провести его в столице, в Константинополе, но в соборе, в храме в этом большом, но не получилось. Народ-то уже знал о ее коварных планах. Он знал, народ видел, что она сместила патриарха, убрала патриарха Константинопольского, который отказался поддерживать ее политику. Она с первого дня своего правления, когда ослепила сына своего, заявила, что она будет правительницей сама, единоличной, она заявила, что будем возвращать империю к старому, что было до Льва и Савра. То есть, икона почитания, мощи и прочее, прочее, прочее. Патриарх отказался наотрез ее поддерживать. Его отправили на пенсию, он был уже старцем глубоким. На его место избрали нового патриарха, вообще, даже не священника, просто государственно служащего, Тарасия, который просто во всем поддерживал императрицу. Его поставили, прямо вот из сановников, из чиновников поставили его патриархом. Хорошо. Большинство епископов греческих отказалось ее поддерживать. Их поснимали, на их места поставили вот тех сговорчивых служителей. И она, ну, были непримиримы, которых нельзя было снять, народ там, за них там, стеной, и они не уходили по доброй воле. Поэтому их просто-напросто не пригласили в столицу, чтобы они не портили всей картины, как бы, своими репликами, и выступлениями. И вот она в столицу собрала этих служителей, чтобы провести Вселенский собор. И объявили по городу, все, собираем Седьмой Вселенский собор. Народ в шоке византийский. А, в столице. Да вы что, уже ж был Седьмой собор. Вы что, проспали, что ли, его? Значит, и одним словом, началась такая раньше революция такая, или революция рос. Народ просто вышел на улицы и не дал, значит, этим участникам собора пройти в зал заседания. Блокировали просто храм, значит, стеной живой, и народ не допустил этому беззаконию произойти в столице. Императрица была разъярена. Она приказала генералам применить силу и, ну, мечами проложить дорогу, короче, к храму. Генерал отказались исполнять ее приказ. Уже пахло все переворотом дворцов. И казалось бы, все, императрица, тем более ее так особо-то не любили при дворце, значит, казалось все, императрица, ну, как бы, сейчас будет не изложено. Но она была умная еще к тому женщина, она коварная поступила. Она сделала ход очень интересный. Когда пахло уже все переворотом, она вдруг решилась на, знаете что, она вышла к народу, лично сама, ну, ведьмотважная женщина на самом деле, и стала лично говорить с народом. И она поклялась, что она передумала, она покаялась, во-первых, ну, ложно покаялась, как потом выяснилось. Через год уже выяснилось, все, что она говорила, все было неправдой. Она сказала, что она одумалась, она кается за то, что убила сына, что она хотела собор седьмой не спровергнуть, она обещалась народу, выйти к народу, что пересмотров не будет, что она иконопочтания не будет водить, что она тех, кого в ссылку отправили, вернет их, этих епископов. То есть все требования народа нам выполнят. Все. Народ успокоился, ну, надо же, как бабки сводили нашу императрицу. Изменилась, мягкая и пушистая. А она такую змею затаила, оказывается. В течение года она такие репрессии устроила в столице. Сменила генералов, отказавшихся выводить войска к народу, ну, в народ, ну, истреблять народ. Сменила генералов, чистку в армии произвела. Значит, резиденцию свою, уже поняв, что народ может так высыпать снова, вывела из столицы. Через год она провела таки Вселенский собор, но в тайне от народа, не объявляя нигде уже, не в столице, а в провинции, в Никее. Ну, захолустье такое, деревенька такая, в Никее, где проходил первый Вселенский собор, кстати. И вот там, в резиденции, она провела этот седьмой собор, опять-таки, не пригласив оппонентов, а пригласив только лишь тех, кто, значит, разделял эти мнения, иконопоклоннические такие, и в 787 году она заявила на соборе, что собор 754 года, это и не собор, клятву свою она не исполнила, иконопочитание было, опять-таки, введено, вот, и, конечно, это было безумием, большим безумием, вот, она, опять, все те законы, которые были приняты Львом и Савром, его сыном Константином, она, по сути, их не сповергала. Опять вернула коррупцию, опять должности все покупались, продавались, армию развалила она, провинции многие, которые у арабов были отняты, и которые были частью Византии, она их отдала, как бы ради мира, отдала их арабам снова, значит, и, в общем-то, ну, арабы были очень рады, конечно, заключили перемирие, тот же пакт такой, а не нападение, ну, до лучшего времени, как бы, вот, война потом снова возобновилась, но, как бы, на ее царство был мир, как бы, но каким образом? Она просто отдала большие территории, города отдала, вместе с жителями, значит, там, большие провинции отдала, богатые, вот, и, дальше, ну, и она, в столице, конечно, произвела аресты, чистки, доносы, и, ну, ее правление было очень коварным, и злым правлением, многие сановники были репрессированы, тоже, потому, что на их места ставили других совершенно людей, вот, а что было потом? Потом был дворцовый переворот, очередной, ее, Ирину, арестовали, и министр финансов, тогдашний Никифор, стал следующим императором, он был во главе заговора этого, и императрицу, Ирину, ее просто-напросто арестовали, и сослали в ее резиденцию, на остров Лезвос, остров разврата, где она, в принципе, и дожила свои последние годы, жила там со своими придворными, значит, в своей резиденции, на своем острове, и, знаете ли, вот, после смерти, ну, после, не смерти, а смены власти, когда Никифор пришел к власти, это уже начало 9-го столетия, Никифор заявил, что, ну, к радости народа византийского, что собор 700, значит, 87-го года, признать уже, ну, по совести не действительным, вот, собор 754-го года, признать снова каноничным, а то, что было при Ирине, все ее законы, все ее постановления, признать, как не бывшими вообще, абсолютно. Кстати, в это время на Западе был императором Карл Великий, очень известный политик, очень известный такой император, правитель, так вот, который собирал Западную Европу, как мощное государство новое, возрождающуюся Западную Римскую империю, так вот, он даже хотел жениться на Ирине, чтобы объединить империю в одно целое, в Восточную и Западную, но Ирина, конечно же, она, его руку и сердце, значит, не приняла, значит, но, у Карла была такая идея, большая идея восстановительную империю, былую, мощную такую империю, и вот, но, собор 787-го года на Западе был очень известным, почему, потому что, когда от Ирины пришли, приехали на Запад делегаты, к Папе Римскому, и рассказали, что так и так, вот мы приняли решение, иконы вернуть, мощи в церквях выставлять, снова, на Западе за голову схватились, да вы что, у вас что там, как бы, что не царь, то новая политика вообще, значит, и было два собора собрано, которые должны были бы размышлять на эту тему, два седьмых вселенской собора, слушайте, что же надо делать западным христианам, во Франкфурте, на Майне, и в Аахине, в этих двух городах, прошли два собора, германские и европейские епископы, рассуждали на эти темы, и однозначно, немецкие епископы, сто процентов, западноевропейские, остальные латинские, итальянские, испанские, португальские, так, 50 на 50 разделилось мнение, но в основном заявили, что собор именно 754 года соответствует и по правилам седьмого собора вселенскому, и по своим канонам является именно как раз каноничным собором, 787 года является собором беззаконом, незаконом совершенно, председателем является императрица, она все решает, и решения абсолютно противоречат писанию, или здравому смыслу вообще, так что западноевропейские, в частности, германские епископы, однозначно были на стороне реформаторов, но дальше больше, к сожалению, после смерти Карла Великого, значит, на западе не было порядка, там система, такая религиозная, мафиозная, западная, формировалась, папизм, так называемый, папизм, папоцессаризм, еще называется политика, мы помните записывали на тех уроках, да, первых, цезарь-папизм, да, а это папоцессаризм, когда папы римские правили, значит, как императоры, что ли, вот такое, да, господа, из истории вот тех времен, нам есть чем поучиться, но хочу сейчас подвести к чему еще, вот спор-то был не просто даже об иконах, не только о мощах там спорили, нет, вопрос был более глубоким, по сути, вот это деформаторское движение, Льва и Савра начинали, да, эпохи, это была попытка вернуть византийскую церковь, в то изначальное христианство, с которого вышла она, то есть вернуть к истокам, вернуться к тому христианству, которое когда-то вышло из-под поля, в Римской империи, но попытка эта, видите, она не уменьшалась успехом, хотя, как сказать, полтора столетия примерно в общей сложности в целом, продолжалась эта борьба реформации, и она оставила свой след, Византия после этой реформации смогла еще много столетий существовать, до пятнадцатого столетия могла существовать, и потом она пала, но пала она под натиском уже как раз лжеучения всевозможных, да, жалко, конечно, что так все произошло, могло быть все совершенно по-другому, но, знаете ли, господа, скажу, что на соборе, кстати, 754 года, разбирались некоторые такие, подрывные такие, знаете ли, лжеучения, которые распространялись мусульманами же, по крайней мере, в Дамаске, при дворце дамасского халифа, значит, Абдал Мелека, его даже первой визири, скорее, Мансура, писались очень, много писем писалось, в защиту икон, в защиту мощей, в защиту икон, Мансур, Дамаский, этот первый визит при дворце халифа, он уже министр обороны, он уже министр финансов был, и он же заведовал такой информационной, диверсионной работой против Византии, через манажеские каналы, сотни, тысячи этих писем, посланий переправлялись туда, в Византию, где население Византии убеждалось в том, что надо поклоняться иконам, что это недостойно оставлять иконы, почитания, потому что арабы кое-что поняли, когда Византия без икон, она вдвойне, втройне опасна, потому что, когда Византия, христианство без икон и мощей, когда вот такое христианство, оно, его нельзя взять голыми руками, когда с мощами и с иконами, христиан можно разбивать, еще как можно разбивать, исламисты это поняли, и хотя официально не обвиняли христиан в идолопоклонстве, но спонсировали именно идолопоклонство Византии, и Мансур этот, он известен как Иван Дамаскин, Иоанн Дамаскин, Иоанн из Дамаска, он впоследствии стал святым в православной церкви, но это диверсант еще тот, это один из идеологов информационной диверсионной войны против Византии, именно при дворце Дамаскова халифа, именно вот Иваном Дамаскиным, этим Мансуром арабским, были придуманы такие лжеучения, что якобы Иисус сам сделал свой автопортрет, хуже, якобы, ну там есть разные версии, версия восточная, версия дамасская, что якобы Иисус, когда проповедовал, пришли художники от одного арабского правителя, почему арабского, ну понятно, потому что писалось при арабском дворце, один арабский халиф, он послал, значит, как бы, своих художников, чтобы они нарисовали Иисуса, и сам Масих, чтобы было на холсте, но художники не смогли сделать, очень красив был Иисус, значит, и они не смогли это передать, тогда Иисус пожалел этих арабских художников, говорит, ребята, принесите сюда холст, они дали ему холст, он умылся перед ними, вытерся и отдал им, они обомлили, а там отпечаталось лицо Иисуса Христа, не то, чтобы он давно не мылся, но говоря, что это было сверхъестественное отображение, как бы, лица Иисуса, да, и басни, а как написано в пророке Исаеве, в 53 главе, что не было в нем ни вида, ни величия, как он мог быть тогда? В том-то и дело, да, да, ну, как бы, надо же как-то было все это показать, кстати, на самом-то деле, да, то, что на Туринской плащанице, там восстанавливает образ Иисуса, такой, вау, там, там дураку ясно, где Иисус вообще, там, как бы, в первую очередь, кто из них Иисус, там, не надо Иуду целовать, заставлять, там, и так ясно, кто из них Иисус, и одежда, и он так все, вот так вот, и так, и все, ну, понимаете, это кино, это икона, это все, но реальность была совершенно другая, согласен, конечно же, да, он был, знаете ли, как в преступном мире, там, и в КГБ, допустим, примеру, особенно эксплуатируют самых таких невыдающейся внешности людей, есть люди запоминаемые, есть незапоминаемые, есть самые незапоминаемые, есть такой типаж людей, которых очень трудно запомнить, и вот обычно, и в криминальном мире, и в мире разведок, спецслужб, именно, чаще всего, используют для особых работ, именно как раз людей, такого типажа, самых незапоминаемых, которых трудно запомнить, самых заурядных на вид людей и это себя оправдывает безусловно, любая спецслужба или любой криминальный мир заинтересован в таком типаже но есть люди, которых ты можешь видеть несколько раз в жизни, но и так их не запомнить есть люди, которых один раз увидел, уже запомнил Иисус был из первой категории Его можно было видеть много раз и слышать его в проповеди, и думать а это не он ли? вроде он, да а потом даже и знали, и видели, и слышали но на всякий случай нужно кого-то чтобы он выдал Иисуса потому что можно было легко опознаться он был самым заурядным на внешне с человеком без всяких сверхспособностей без всяких характерных каких-то особых данных хотя наверняка был не слабый, не хилый, не дохлый потому что его работа плотника а в оригинале стоит слово которое можно перевести как работник с камнем то есть это тем более всю жизнь в горах прожил горец в долине он в своей жизни почти не бывал только лишь уже в зрелом возрасте как проповедник посещает долины а с его родного Назарета где он прожил всю свою жизнь чтобы в долину спуститься надо было пройти сутки вниз в долину и сутки назад по горам и на своем горбу таскали землю с долины наверх евреи много поколений чтобы заниматься там сельским хозяйством наверху и с его родного дома был фавор виден и он был лицом горской национальности а он не по дереву плотник был? по дереву вероятнее всего хотя предполагаю что скорее всего все таки по камню скорее всего по камню работникам по крайней мере в Назарете в те времена это доказали археологи однозначно занимались именно работой по камню почти в каждом дворе там много раскопок произвели почти в каждом дворе были так или иначе какие-то маленькие мастерские поделки по камню именно по дереву мало кто работал хотя возможно Иисус был уникальным он был и по дереву и по камню хотя вот это слово которое стоит там как плотник вот в те времена этим словом означали не работника по дереву а работника по камню то есть возможно что он был каменотесом и значит когда Иисусу показывали камни как специалисту еще он говорит камни на камне здесь не останется точно то есть он знал что камень как его ложить его как его обрабатывать то есть для него это было тоже ясно очень даже и он много примеров кстати с камнями приводит и значит для меня это было тоже открытым таким надо же что вот этим словом мы реально в те времена называли нашли другие источники допустим другие данные где этим же словом назывались и исключительно именно работники по камню и археологи доказали это тоже Ну, спросим там его уже на месте О деталях Аминь Слава Богу И главное, не то, что он, кем он был при жизни Работал ли он по дереву, по камню Сегодня он работает по нашим сердцам Большой специалист Обрезать, шлифовать Каменные сердца Слава Богу, да На плотяные меняет, слава Иисусу И, друзья мои В конце я хочу чем завершить Все-таки в вопросе брата Надо сказать, что Вот эти лжеучения Которые здесь вот разоблачались На соборе, 7-м вселенском Каноничном, 7-м вселенском соборе 754 года Были и другие лжеучения Я упомянул, допустим, вот это вот лжеучение Что значит, что Иисус якобы сделал свой портрет На Западе Эта история известна немного по-другому Что якобы во время вот этого крестного пути Вио-Долороса Якобы одна сестричка Она дала, значит, Иисусу вытереться Лицо вытереть И вытерло, и там изображение Иисуса Христа Поэтому на Западе обычно в твердовом венце Нерукотворный образ, да Я слышал, что когда Иисус там будет Стоял, чтобы он нарисовать на земле Ага Интересно Да, сколько людей, столько версий Вот, а вообще Какие были еще ереси разоблачены Потому что лет за 20-30 до этого собора Возникли такие ереси Что якобы Лука был художником Арабы именно ссылались на Луку Что он якобы статуры нарисовал Марию И Марии так сильно понравился этот портрет Что она благоставила его И сказала, что Моя благодать с этим портретом Буквально как у Гоголя В его рассказе портрет Такой есть Один из самых страшных рассказов у Гоголя Где нарисовали портрет И там, значит, этот богач после смерти Действовал через этот портрет Я почитал У меня там волосы ему поднимались Раньше, я помню Но якобы Мария Она сказала, что с этим портретом Моя, как бы, милость и благодать моя будет Ну, там еще Иисуса Иисуса маленького пририсовал Лука Ну, пофантазировал и за автограф Луки выдавалось в истории христианства много работ наверное добрый десяток точно один из таких шедевров лжи религиозной это был на Руси Владимирская икона так называемая Божьей Матери считалось много столетий подряд автографом евангелиста Луки и только лишь в мастерской русского художника Грабаря однозначно было доказано, что это подделка 11, 12 или даже 13 столетий по-разному пишут в учебниках сегодня но анализ доски уже в более позднее время, наше время в научных кругах было обсуждение вопроса но доска, на которой написана икона, ее тоже датируют самая древняя, от 11 столетия то есть ни в коем разе не первое столетие и самый, когда еще художник Грабаря снимал слой за слоем с этой иконы и первый слой, первая запись была датирована самая древняя, тоже 11 столетия а так пишут обычно 12-13 столетия об этой иконе то есть это подделка средних веков просто написанная а-ля ранней Византии и умело составлена еще при жизни еще в самом начале чтобы выдать ее за автограф евангелиста Луки и сколько поколений, думайте столько сколько поколений россиян жило обманом если бы не Грабарь, если бы не вот эти события определенные наших времен, да? если бы не новые данные эти обман бы до сих пор продолжался хотя до сих пор находится вот я удивлялся хватало же наглости у этого уже покойного уже Алексея Второго на всю Россию последний год его жизни или за два года до смерти, не помню на всю Россию хватило наглость у него объявить что эта икона, мол, написана евангелистом Лукою думаю, вот это да для него все Божья роса вот, как ни говори вот, выворачивается все и не хочет признавать ошибки не хочет признавать грехи да как вот Бога-то и Бр и люди не стыдятся тоже и вот там же были вот эти вот другие обманы выяснены допустим, о так называемых чудесах о чудесах икон тогда ходили легенды которые сочинялись при дворце Дамасского халифа которые просто-напросто не имели никакого обоснования просто-напросто допустим, Иверская икона, да, знаменитая считается, что она тогда как раз родилась эта икона это одна из икон Богородицы которую солдат-иконоборец Львайя Савра взял и как бы в гневе там мечом рубанул и у него на щеке образовалась такая вот черта как бы шрам из этого шрама вдруг так тих-тих-тих кровь такая солдат вау короче, все покаялся отказался от иконоборчества просто-напросто а это же все было свежее еще стали выяснять в какой части это было какой солдат никого реально это был просто миф придуман но самое интересное в 787 году опять возобновили но все-таки могло быть может быть Савра просто испугался дать показания значит на на соборе но при расследовании тогда было выяснено, что это все ложь потом потом другие случаи там что-то еще там было тоже связано с иконами а, троирующица знаменитая слушайте, это вообще это шердевр я когда увидел троирующицу первую икону Богородица троирующица я думаю, что такое там видимо может художники как бы перестарались как бы всякое бывает я знаю, что такое художники порой там в последний день уже все делаешь уже да еще с Будунаюся там такое можно намастерить мой художник мой учитель по живописи он рассказывал а он по молодости занимался халтурой но самая дорогая халтура была тогда в Союзе это вот памятник Ленина монтировать значит и это очень хорошо оплачивалось значит и это было очень круто два-три памятника и можно весь год весь год просто жить очень нормально даже значит и работать уже для себя для души как бы и вот и они там гуляли ну там с обкома там выдали заказы вот в какой-то район там Орловской по-моему области они выехали значит и там значит все время они там просто пьянствовали дурака валяли значит там и потом значит уже а ведь памятник надо собирать уже чуть не завтра комиссия приезжать уже открывать памятник а у них все еще там по ящикам лежит запчасть по запчастям Ильичи короче они в последний вечер уже последний день уже взяли и мастерят Ленина там так да ладно пойдет смотрите смастерили Ильича поставили на подиум там все там покрасили как положено значит ну как бы все оформили короче у всех голова трещит они спят но там всю неделю больше они просто гудели эти художники выделяли деньги и они все пропивали и приехала комиссия а у них тоже видно что они тоже с перепоя комиссия они короче тоже там все рассолбили И они тоже приняли памятник Даже не посмотрев на этот памятник внимательно А протрезвев художник увидели Что мы смастерили вообще Ильич монстр У него в руках кепка и на голове кепка Один из двух разных памятников Оказывается запчасти И там голова несоразмерна Побольше чем Короче ночью Предхолхозу быстрее сказали Нужно срочно демонтировать памятник Срочно переделать его Вернули голову другую Ему прикрутили Перекрасили снова его Так я подумал Что насчет грешного дела Думаю, что троирущица такая икона Потому что я смотрю Раз, ан, свай, драй Три руки, не может быть Мария двумя руками держит Иисуса Бабичку А из-под платья еще одна рука Думаю, что такое Троирущица, шестирущица Оказывается, такая легенда была в то время Придумана, перед собором Что якобы Ивану Дамаскину руку отрубили Он писал в честь икон гимны всякие И защиту икон письма писал Ему якобы по решению Халифа Дамасского Отрубили руку И он так взял эту руку В руки и молился И рука Приросла Он проснулся Значит, надо же Терминатор Живая Целая рука И Значит И в благодарность Он как бы пририсовал Свою руку У нее Под платьем По другой версии Он из серебра приказал сделать руку И к иконе прилепил Значит Хотя на самом деле Это ложь Если первый визирь что-то не то сделал То ему не руку рубили Как простому крестьянину Ему рубили сразу голову Министру финансов Министру обороны Нельзя рубить руку Это любой халиф знает Значит Тем более Это был бы скандальный случай Это было бы известно Вообще Никакого такого случая Не упоминается В жизни Мансура Первого визиря Не упоминается Случай там Рубления ему руки Тем более Да Вот такая история То есть все эти чудеса Они выдуманные И чаще всего Я верил в чудеса От икон Но чаще всего На поверку Выяснялось Что желаемое За действительное выдается Хотя я не отрицаю Что возможно чудеса Но чудеса Не от Бога Потому что Проставляется не Бог В таких чудесах Проставляется изделие Руб человеческих Икона Или же Ну в лучшем случае Мария Матери Иисуса Христа Или какой-то умерший святой Но все равно По-любому Это не Бог Проставляется в этом всем Хотя может Для кого-то Даже в этом будет Какой-то толчок По отношению Ближе к Богу Повод задуматься Может быть о том Что все-таки Что-то есть на белом свете Все-таки Бог существует Какой-то Но по-любому Это не Божье Знамение Не Божье чудо Божьи чудеса Они проставляют Бога И они Не проставляют Вот именно Изделие Руб человеческих Это 100% Поэтому Тем людям Что пережили Какие-то чудеса От икон От святых Я Имею опыт уже Когда икона Мироточила Это что? Вот чаще всего Это обман Вот я приезжал Допустим Вот сюда Кстати В Нижегородскую область Горько сюда область Приезжал Здесь говорили Вот икона Мол Замироточила Вот там Значит там Совершается все это Я приезжал Ничего я не видел В Арзамас Дивеева Там еще куда-то ездил Не помню я Тогда В 91 году Ну говорят Вот она Мироточат Но не всем Дано увидеть еще Как бы Я и так И день И два Смотрю Нет Плача никакого Значит Кстати В Одессу Привозили Икону Николая Второго Якобы Николай Второй Плакал Ну опять Знаете Люди смотрели Ничегошеньки не видели Некоторые видели Особо набожные Знаете Ну По кому же психушка Плачет уже И все Один Журналист Мне так это описывал Что перед ним была Женщина Как раз в очереди Ну явно Ну нездоровая Психически Явно Там было Невооруженоглазом видно И вот именно Одна Она завопила На весь храм Говорит Заолет Что я видела Слеза сейчас стекла Я иду следом за ней Говорит Меня уже Люди уже поджимают Пожалуйста Граждане не задерживайтесь Всем хочется посмотреть На это все Одесситы Тем более люди Как вот и афиняне Хотят увидеть Что-то новое всегда Вот значит Его подталкивают А я вот И уже Ну застал Ну как бы Задерживаю Немного очередь Чтобы посмотреть И так И сяк Посмотрю Не плачет икона А эту женщину Под белые ручки Монахи увели в сторону И с ее слов Записали Вот у нас свидетель Что она Такая-такая-такая Жительница города Одессы Там адрес Записали ее все Фамилия Имя, отчество Она видела Плач иконы А он журналист И он Традиционным Православным журналистом И он Писал в церковные И в светские прессы Газеты И значит И он Подходил к этому Настоятелю Собора Одесского В городе Одесса И вопрос Ну ему Многие вопросы задавал А среди вопросов Свой Личный вопрос задал Который Его волновал Почему Некоторые видят Некоторые не видят То, что Плачет икона И этот Настоятель Сказал так Что, знаете ли Это не всем еще Дано увидеть Не всем Открывается Этот плач еще Нужно еще Духовно иметь Как бы Глаза Чтобы увидеть Этот плач И все И он понял И вот с того времени Слава Богу Он стал снимать Религиозную лапшу Со своих ушей И Знаете ли И Прошли годы Некоторые Он покаялся В церкви Филадельфия В городе Киеве У пастора Геннадия Макаровича Валуева После его проповеди И потом мы с ним Общались И он говорит Знаете Вот именно с того случая Плача иконы Плача как бы икона Да Вот у него Прозрение началось Он стал видеть Что То, что раньше Не замечал Ну как бы Не доводилось Может думать На эту тему Но он Стал На самом деле Освобождаться От этих вот Желучений Давайте помолимся Друзья Пусть Ложелучения Падут Пусть Эта лапша С ушей Снимется Религиозная И пусть Имя Иисуса Проставляется Пусть грешники Спасаются Потому что Ну и что с того Что икона Заплакала Ну и что с того Что икона Мироточат Или кровоточат Ну а что мне С того Оно то Что Иисус Воскрес От этого Моя жизнь От того Что Иисус Умер за меня От этого Моя судьба Меняется У меня открывается На самом деле Новая судьба Открывается Небо для меня Этим самым Слава Иисусу Спасибо тебе Господь За все Благодарю тебя За этот день Господь Я благодарю тебя За второе занятие Господь За эти Велаясь Урок Прошу тебя Господь Благослови нас Эту информацию Что мы слышали Господь Господь Использовать правильно Господь Выводя Искучных Нас свободу Принося Исцеление Особождение Народ Во имя Иисуса Христа Пусть Тебницы Адские падут Пусть Господь Сеть Будет Расторнута Во имя Иисуса Христа И Души Будут Избавлены От этих Адских Объятий Прошу тебя Господь Ты совершил Мои Жизни Переворот Соверши Господь В судьбах Моих Братьев Священников Традиционных Православных Церквей Господь И пусть Во многих Храмах По всей Муси Матушки Звучит Слово Евангельское Звучит Слово Живое Пусть Господь Священники Не врут Народу Но говорят Правду И указывают На тебя И говорят Что ни в ком Оно нет спасения И бы нет Другого Ими Под небом Наного Человека Которого Жало бы Нам Спастись Слава Тебе Отец Сын Игорь Святой Благодарим Тебе Аминь Слава Богу